Молодежная, полевая, центральная вот эта сторона. Эти улицы поселка Лебяжи под водой каждое лето. За исключением прошлого, когда у водоема сточных вод установили насосную станцию. Люди говорят, работало круглосуточно, потому мотор уже меняли. Оправдает ли он надежды этой весной, пока не проверить. Все отключено. Там по пояс снега. Все отключено. Надеемся, что там ничего не перемерзло. Защищать участки будет водоотводная траншея. В прошлом году она спасла от воды две трети подтапливаемых обычно домов. Сейчас ее удлиняют на сотни метров. Вся зона, подтапливаемая, разбита системой водоотводных арыков. И, конечно, хотелось бы, чтобы они были не в земляном исполнении, а в лотковом. Поэтому, я думаю, еще не в течение нескольких лет работа будет продолжаться. Но вот самый основной отрезок, аккумулирующий основной поток талой воды и грунтовой, мы закончим в этом году. Кстати, в этом же году, в октябре, должны построить и защитную дамбу в Черышском, обещанную еще после наводнения 2014 года. Сейчас она готова на 80%, заявили в местном МЧС. Но даже в таком виде сможет отвезти волну от поселка. А пока в предгорных и приапских районах готовятся к масштабным учениям в марте. Подготовка, пункты временного размещения ведется, документация, личный состав, оповещение, раздача памяток населению о действиях при наводнении уже раздается. А уже раздается. В январе месяца у нас ведется работа с населением. И вся эта работа может быть напрасной. Специалисты только выстраивают графики осадков, температуры. Даже обелий снега этой зимой с наводнением сейчас не связывают. На эту весну, по крайней мере, я сейчас могу сказать, что у нас количество снега это примерно среднее. Или даже немножко меньше. Чтобы для этого все каким-то образом спрогнозировать, это дождаться конца марта, чтобы получить вот эти все осадки. Судя по прогнозам, в ближайший месяц снегопадов не будет. Но не повторится ли в марте сезон дождей? Пожалуй, это и станет определяющим фактором. Ведь, по словам экспертов, земля успела промерзнуть. А значит, впитать всю влагу не сможет. И тогда велика вероятность, что жители двух десятков районов вновь будут спасаться бегством. Анастасия Драган, Андрей Печоркин. Наши новости.